и рассказать вам, что я собираюсь делать в ближайший месяц, до Нового года. Значит, во-первых, привет из Турции, привет Благовещенску, из Москвы, всем привет! Я по вам очень соскучилась. Значит, новости у меня будут такие. Во-первых, пока все присоединяются, привет из Латвии. Пока все присоединяются, я хочу рассказать вам, что я собираюсь делать несколько розыгрышей в декабре. Я в последнее время делала очень мало розыгрышей, ну, не так много, как хотелось бы. Некоторые розыгрыши я планирую, они у меня срываются, или я про них забываю. Вот, привет из Екатеринбурга, привет из Белоруссии, всем привет! Добрый вечер, я тут рассказываю о своих делах и планах на ближайший месяц. Привет из Москвы, из Краснодара, из Ташкента, всем очень рада! Я себе очень нравлюсь с челкой, вот так бы я была без челки. В принципе, тоже неплохо, красиво, как-то, ну, может быть, даже повзрослее, но с челкой я более милая. Мне так больше нравится, и я очень сильно люблю себя именно с челкой. Так вот, хотела сказать, не знаю, нет, с челкой это просто вот так как-то я, какая-то я не такая, как бы Анфиса, но не совсем. Не ту, которую я очень сильно люблю. А вот с челкой это вот полностью я, я, которая еще и 15-летняя, и 14-летняя, мозги, конечно, уже намного серьезнее, повзрослела головой. Но во внешности вот это мне напоминает очень сильно, я не буду говорить самые лучшие годы моей жизни, я уверена, они еще впереди. Ну, какой-то вот, в общем, такой из челка я себе нравлюсь гораздо больше. Короче, дела у меня хорошо, собираюсь в декабре сделать несколько крупных розыгрышей. Во-первых, хочу сказать всем, кто присоединился, как анимешка. Да, с меня можно рисовать аниме, вот, мне кажется. Так что все скриньте, кто занимается мультиками, заключайте со мной контракт, рисуйте по мне персонажа. Вот варианты, название персонажа, их очень много. Да, на ваши вопросы я отвечу чуть позже, буквально через 2 минутки, а пока что я расскажу все-таки, наконец-то, о планах на декабрь. Завтра, послезавтра, послезавтра, нет, завтра, завтра, четверг. Ну, все знаете, что скоро Черная Пятница, в пятницу Черная Пятница, 20, это получается, сегодня 27, 29 ноября будет Черная Пятница. В связи с этим, у меня завтра на страничке будет проводиться большой розыгрыш. Это больше для девочек, вот, потому что я буду разыгрывать косметику. Я буду разыгрывать косметику с одним магазином, ой, уехала немножечко камера, с одним магазином, косметика, косметики там будет на 5 тысяч примерно рублей. Косметика это корейская, косметика очень классная, там будут в розыгрыше и маски, и патчи, и тоник для ухода за лицом, и пудра, вот, ночная маска лимонная. Короче, девчонки, ну, мальчишки, почему, мальчики тоже могут выиграть и подарить это кому-то, девушке, маме или сестре. В общем, завтра ждите пост, он будет примерно около часу дня, может быть, чуть попозже, там, в 2-3 часа. Завтра будет пост с розыгрышем, и также я еще буду, хочу в декабре разыграть какой-нибудь классный костюм, какую-нибудь одежду, возможно, новогоднее платье, возможно, сухие шампуни. У меня сейчас много идей для розыгрышей, поскольку я хочу как-то всем поднять настроение, во-первых, к Новому году, во-вторых, поднять активность, ну, и в-третьих, реально у меня появилось сейчас много свободного времени, и я могу этим как следует заняться. А сейчас я обо всем этом рассказала и готова поотвечать на ваши вопросы здесь, поскольку заранее я ничего не готовила. Сейчас можете писать сюда вопросы, я всех вас вижу, привет из Сосногорска, такой город есть, Сосногорск, привет из Казахстана, где будешь отмечать Новый год? Я пока не знаю. Есть варианты то, что я куда-то улечу на Новый год, но цены на билеты это просто жесть, это просто жесть. Я вот буквально в ближайший час выложу пост про то, как скачут цены на билеты, то есть это реально вот в пятницу вечером билеты за час, ну, буквально в один момент, они не постепенно дорожали, а в один момент подорожали на 50 тысяч рублей. Они стоили 110, а потом хоп и 60. И я немного была в шоке, я даже сильно была в шоке, и потом они скакали там 147, 132 тысячи, 156, и, ну, за этим реально надо следить, и люди, которые знают, что цены на билеты так скачут, они никогда, я думаю, не покупают билеты в пятницу вечером. Короче, ждите сегодня пост, я вот сейчас закончу прямой эфир, напишу его, допишу, доделаю и выложу. Так что Новый год, возможно, возможно, я не куплю никакие билеты, просто, ну, потому что это реально очень дорого. В общем, может не сложиться, и буду справлять в России. На самом деле, если честно, мне даже хочется как-то более в душе отпраздновать Новый год в России, потому что, ну, эту атмосферу новогоднюю, именно вот нашу российскую, с мандаринами, со снегом, с Владимиром Владимировичем Путиным, ее нельзя нигде повторить, если ты находишься в другом месте, и я, конечно, очень люблю справлять Новый год в России, я ни разу не справляла Новый год нигде, кроме России, и особенно я люблю справлять Новый год за городом. Знаете, вот за город, снежочек, холодочек, ну, короче, я уже затянула этот вопрос, поэтому иду дальше. По совету, любимые джазовые песни, спасибо. Спрашивает меня Сел Нурл. Давайте я после прямого эфира закину моих несколько любимых джазовых песен в сторис, потому что сейчас я их названия не вспомню, и кому интересно, тот посмотрит и добавит себе в плейлист. А также я скоро собираюсь сделать свой плейлист в Apple Music, чтобы вы смогли нажать на ссылочку, открыть и посмотреть, какие песни я слушаю. Байкал. Сколько хочешь детишек? Ну, вообще желательно от трех, а дальше посмотрим. Как бы назвала, не знаю, у меня мужчина будет решать, как называть детей. Нет, если он предоставит мне выбор, я, конечно, подумаю над этим. Ну, думаю, назвать мальчика для мужчины гораздо важнее, так что, может быть, ну, не знаю, а если девочку, мне нравится имя, имена Аня, Екатерина, Виктория, Светлана. Вот, для мальчиков нравится Григорий, Геннадий, Алексей. И, ну, Филипп тоже нравится, но это не наше имя. Иван мне нравится имя, хорошее имя для мальчика. Вот. Вот, имена, которыми называют и мальчиков, и девочек, такие, как Саша и Женя, не очень люблю. И Валя. Ну, Валя, это еще редкое, но вот Саша и Женя не нравятся мне такие. Посоветуй, пожалуйста, какой-нибудь фильм. Советую, посоветую вам сейчас три фильма. Это «Дикие истории назад в будущее» и «Грязные танцы». Ну, это довольно известные фильмы, но «Дикие истории», они совсем недавние. «Привет из Таджикистана», «Байконур». Очень нравится фильм «Частная пионерская». Хочу с тобой увидеться, когда выйдет сериал «Долгий путь домой». Сериал называется не «Долгий путь домой», а «Дорога домой». И также для всех тех, кто интересуется, где меня увидит на ТВ в ближайшее время, я еще сейчас об этом напишу в сториз. У меня сейчас идет каждый понедельник в 15.40 детская передача на телеканале «Карусель», которая называется «Зеленый проект». Вы можете зайти на сайт «Карусели», набрать там «Зеленый проект» и будет, ну, будет показано, когда идет наша передача. Она идет раз в неделю по понедельникам. И также сериал «Дорога домой». Я не знаю точно, когда выйдет, говорили в декабре. Я сегодня-завтра уточню эту информацию и надеюсь, что сообщу вам вовремя, и вы ничего не пропустите. «Рада тебя видеть, как закончила школу». Очень красивая, спасибо большое. Школу закончила с двумя четверками по химии и физике. «Как челка называется?» Ребят, да эта челка никак, ну, как ее можно, нет. Ну, конечно, бывают такие суперприлизные челки, но эта челка такая модная. Она как бы, если захотите постричь себе, она вот здесь более короткая, вот сюда она удлиняется, да, то есть, видите, вот так. И еще она вот так пострижена, чик-чик, то есть, видите, у меня тут пробелы, потому что тут некоторые волоски, они короче, вот так, чик-чик-чик, милируемые, как-то я забыла, как это называется. У меня мама парикмахер, и я забыла. «С челкой тебе идет. Что с твоими глазами?» С ними все прекрасно, в них просто отражается свет от цветового прибора, поэтому у меня может быть блеск в глазах. «Где парень?» Я не знаю, о чем вы говорите, и я не в курсе. «Сохранишь эфир?» Да, конечно, сохраню, я всегда сохраняю. «Какая твоя любимая группа?» На данный момент, наверное, из своих любимых исполнителей могу назвать... Знаете, у меня такое бывает, что я вот много-много-много слушаю исполнителей, а потом там несколько месяцев не слушаю. То есть, вообще, я люблю группу как мадефака. Это группа... Я не помню, откуда они, но они не очень сильно известны в России. Вот. Ну, в общем, я вам напишу сегодня про музыку в сторис. Ждите. «Занимаешься вокалом?» На данный момент нет. «Общаешься с кем-нибудь в Зэше?» Нет, только если где-то пересекаюсь на встречах, на премьерах, фильмах, сериалах. Вот. Чаще всего вижусь с Агатой Муциньеца, с Пашей Прилучным. И весной... Прошлой весной мы снимались с Аней Адрусенко в одном пилотном проекте. Но, к сожалению, ни меня, ни ее. Потом туда не утвердили. Ну, я, в общем, рассказывала эту историю, когда нас утвердили, и меня, и Аню Адрусенко. Мы играли... Как бы... Сестер, по-моему. Сестер мы играли. А потом поменяли режиссера, и он просто взял других актеров. Игорь, имя вообще супер. Ну, может быть. Были двойки в школе? По каким предметам? Да, у меня были двойки в школе. Да, бывало и по-разному. Были же двойки, еще бывают по поведению. Вот у меня по поведению было много двоек. Ну, бывало, два ставили, когда домашку не делала. Какой породы твоя собака Ферри, если я не ошибаюсь? Моя собака Ферри... Ферри! Ферри! Ферри, приди ко мне! Ладно, она не хочет идти. Зарылась в своей норе. Я ее поселила в такой... В такую конуру. Как бы там раньше стали ботинки, но теперь у них там конура. Ферри породы Джек Рассел. Она с голубым глазом. У нее гетерохромия. Это такая... Ну, как бы... Не то, что это болезнь, но это отклонение от нормы. Это генетическая мутация, поэтому у нее голубой глаз. Я как-то писала про это пост, просто многие, наверное, ну, кто-то не видел, кто-то не длистал, кто-то не увидел. Вот. У нее все нормально с глазом, она Джек Рассел, просто без пятен. А Фризик, он пекинез. Самый запоминающийся фильм это Частная пионерская. Да, это... Вот, кто не смотрел Частная пионерская, можете смело смотреть дома с родителями, друзьями и даже братьями и сестрами. Знаешь актрису Светлану Иванову? Да, знаю. Мы с ней снимались вместе в фильме «Сказка есть», когда мне было всего 7 или 8 лет. Не хочешь свое собственное шоу на ТВ? Ой, ребята, вы знаете, сейчас столько этих именных шоу, которые почти, по сути, ничем друг друга особо не отличаются. Там у Регины Тодоренко, у Насти Ивлеевой, у Едыгалич, ну, я еще, наверное, много каких-то шоу. Я уже не говорю про всеми вами любимого Дудя и вот этой девочке, которая при нем работает, нежный, нежный, нежный редактор, да, ее называется, ее передача. Понимаете, это, ну, после Дудя этим начали заниматься все. Все сделали свое шоу и, в общем-то, все зовут к себе других людей. То есть, если, например, ну, я не знаю, если мне кажется, еще в вечернем Мургенте как-то у него есть какие-то рубрики с самим собой, то, например, в интернете, в гости, ну, весь акцент делается почти именно на гостях. Я не знаю, ребят, если я буду делать что-то на YouTube, а я на это очень надеюсь, что у меня на это хватит сил и силы воли вообще в ближайшие полгода, то я, наверное, точно не буду звать к себе звезд, потому что, мне кажется, эта тема уже избитая и надо делать что-то новое и, вот, пытаться хотя бы сделать что-то новое, придумать что-то необычное. Что с челюстью? У меня все классно, у меня очень подвижная челюсть. Сколько тебе лет? Мне 20 лет сейчас. Передай привет Новосибирску. Привет Новосибирску. У меня мама из Новосибирска. Обожаю все твои сериалы, в которых ты снималась. Спасибо. Сложно учить роли? Ну, когда как. В основном нет, у меня память хорошая. Например, за вчера я выучила для сессии в институте пять стихов. Вчерашний день... Уже подзабыла. Не-не, я помню. Села, тяжко ломит грудь под окном Светлана. Из окна широкий путь виден сквозь туманы. Снег на солнышке блестит, пар аллеи тонкий. Чу! Вдали пустой гремит, колокольчик звонкий. По дороге снежный прах мчат, как будто на крылах. Сани, кони, рьяны. Ближе, вот уж у ворот. Статный... Забыла. Статный... Все, я забыла. Ну, в общем, вы поняли. Я люблю учить стихи. Так, 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 так. Еще интересные вопросы. Где учишься? Я учусь на заочке, на журналистике, просто для диплома. Привет из Вьетнама. О, вы в Вьетнаме? Я бы сейчас тоже слетала. Или на Новый год, если бы билеты не были по 150 тысяч рублей. Нереально, они так завышают цены на Новый год. Вы понимаете, что у людей, у которых нет выбора, и у которых отпуск только в Новый год или в майские праздники, у них просто нет выбора, в какой день другой, в какие дни. Ну, у них нет тупо недели, чтобы поехать отдыхать. И они вынуждены покупать эти даровущие билеты, которые стоят в 3, в 4, по 5, ну, в 5 раз дороже их продают, чем когда они обычно стоят. И авиакомпании делают на этом деньги. Причем, ну, они делают деньги на обзираловки других. Ну, ребят, такой мир, такой мир. Ого, ты че выглядишь на 15, ты такая красивая. Спасибо, я знаю. Вот, вспомнил стихотворение. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, лишь хлыст свистал, играя. И музей сказал, смотри, сестра твоя родная. Это серьезное стихотворение Некрасова. Привет из Украины. Так. Ты одна в семье? Да, я одна. Передай привет Волгограду. Привет Волгограду. Была у вас, по-моему, 2 раза. Передай привет Белоруссии, привет, в Краснодаре холодно. О, в Краснодаре холодно? Это что ценишь в мужчинах? Ммм, какой интересный вопрос. Ребят, ну, конечно, мозги. Нет, кому-то может нравиться тупые мужчины, глупые, но это уже как женщина, ну, как она сама с этим мужчиной, да? Ну, ведь если женщина сама не очень глупая, то и мужчина, наверное, не будет у нее шибко умной, потому что умные мужчины не любят тупых баб. Ну, нет, на время, конечно, они могут там ими как-то попользоваться. Не знаю. Ну, у всех разные отношения бывают. Кто-то, наверное, и живет так, и всех все устраивает. Но все-таки большинство людей ценят в женщинах ум и образованность, и начитанность, и мудрость, потому что красота – это хорошо. И да, пока мне 20 лет, я красивая, молодая, да, скосопильная, а когда мне будет 35, ребят, такой красоты уже не будет. И да, никакие ботоксы мне особо не помогут. Ну, не, они, конечно, помогут на время, но с возрастом эта красота пропадает. А мозги, единственное, вот на чем будут держаться ваши отношения с мужчиной, когда вы вырастите девочки? На душевном разговоре, на философских разговорах. Не чтобы вас связывали только быт и дети, а вы должны о чем-то уметь поговорить с мужчиной. Иначе в современном мире у женщин же не только обязанности стирать, да и готовить. Мир поменялся, и теперь очень ценится личность человека, духовная его часть, развитие. Поэтому, девочки, читайте, образовывайте. А то не видать вам хороших женихов! Вот. Нигной мой вопрос, сколько тебе лет? Так я же уже сказала, Дорогие мои, вы если не слушаете, я тут ни при чем. Уж свои развесьте. Пожалуйста, включите голову. 20 лет мне. 35, баба, ягодка. Опять? Ну, мне еще 35 будет через 15 лет. О, еще столько времени. Надеюсь, детишек нарожаю хороших. Анфиса, ты ешь мясо? О, я даже знаю, почему это спрашивают. Да, ребята, знаете, вынуждены признаться, что я ем мясо. Да, я помню, что я вам говорила, что не надо есть мясо. Я кидала вам ссылку. Ну, я даже, я говорила, что не надо пить молочку, а про мясо я говорила, что им не надо злоупотреблять. Я могу еще раз дать в сторис ссылку на этот фильм, кто не смотрел, потому что мне многие люди после этого писали, что пришли ссылку на фильм. Мы не видели, что за фильм нам интересно, поэтому давайте, кому интересно, я еще раз дам ссылку на фильм, который с фактами, доказанными фактами ученых, объясняет, почему не нужно пить молочку и почему вредно есть много мяса. Не только для нас, но и для нашей планеты. Ну, коротко скажу, что молочку есть и пить вредно, потому что основной белок молока, казеин, является главным возбудителем рака. И это не просто бла-бла-бла кто-то придумал, а это доказанный факт учеными, подтвержденный документальной основой, документальной базой. Мясо я ем редко на самом деле. Я могу съесть раз в месяц стейк, и то последний раз, когда я его ела, ну, не факт, что я им траванулась, ну, короче, я чем-то траванулась. Ну, факт в том, что все это из меня, извините за подробности, выходило, и после этого я не очень хочу есть стейк. Ну, в общем, я могу вот раз в месяц есть стейк. Я, наверное, ну, раз в неделю ем курицу, и, да, в общем-то, могу вот сварить еще раз в неделю суп куриный. Все, я больше особо ничего не ем. Ну, если сделаю котлеты, это вот тоже там раз-два в неделю, все. Вот, так что молочку, ну, бывает молока куплю, добавлю в кашу. Я просто люблю есть овсянку с утра, и вот я добавляю туда, ну, вот столичка молока. Я ее завариваю на воде, и потом чуть-чуть лью молока. Но это не катастрофично. Это так же, как выпить, ну, кофе с молоком. Просто кто-то пьет 7 чашек кофе с молоком. Ну, это вообще не алё, как бы. И, кстати, кофеин, там такое планки зависимости разных наркотиков. Кофеин и никотин находятся, там идет героин, потом, по-моему, экстази, и вот ниже экстази по зависимости, не по опасности, а по зависимости, находится никотин и кофеин. Кстати, на эту тему я тоже напишу пост, у меня сейчас столько интересных тем вспомнилось в голове. Так что, ребята, тот, кто курит, тот, кто употребляет кофейные напитки, бросайте, ребята, вы потом не выкарабкаетесь. Ну, с никотина, хотя я не курю, я просто знаю, вижу по людям, что с него вообще очень сложно слезть. И с кофеина тоже. Он вызывает очень сильное привыкание. Ну, так вот, значит, давайте еще 4 минутки, я заканчиваю прямой эфир, побегу там по своим делам, что-то делать, решать с Инстаграмом, с розыгрышами. И, да, стоясь, я выложу раз музыку, два фильм про мясо и молочку, так что заходите после прямого эфира сразу в сториз, и вот ближайшие 5 минут после того, как я закончу прямой эфир, все зависло. Вот, да. Сколько у меня тут, блядя? Просто такое один раз было, и было очень обидно, что я хороший прямой эфир не смогла сохранить. Так, все, давайте, последние 3 минутки читаю ваши вопросы и завершаю прямой эфир, пока мой телефон не сел и все это не отрубилось. Да, эфир я обязательно сохраню. Жить в мегаполисе вреднее, полно излучения от телефонов. Так я же с вами не спорю. Совершенно верно. Да в мегаполисе жить вообще как бы не особо полезно для здоровья. Сюда люди приезжают, чтобы заработать, чтобы самореализоваться, чтобы самореализация в городе. А так, ребят, если бы у меня было какое-то дело, с которого я бы могла работать на расстоянии жить в деревне или в загородном доме хотя бы там 30 километров, а ну как 50, ребят, я бы жила. Но, к сожалению, я родилась в Москве. Не знаю, нет. Конечно, для меня это сейчас к счастью. То, что я обеспеченный человек, да, и у меня есть где жить. Я москвичка. Но в плане здоровья это, конечно, минус. Но люди все равно приезжают сюда из деревень, из сел, потому что в маленьких городах сложно развиваться. И это известно всем, что, например, в Америке в маленьких городах есть свои киностудии, которые выпускают фильмы, а у нас их просто нет. И поэтому с маленьких городов, с провинций все стекаются в Москву. И скоро Москва уже. Москва не резиновая, и мне становится страшно от того, сколько здесь людей. Вот, ребята. Вот так, что, конечно, конечно, в городе точно жить не полезно. Ты любишь сладкое? Как его поменьше употреблять? Посоветую. Ну, ребят, ну, в смысле, просто отложите шоколад и не ешьте его. Это же ваша сила воли. Это, блин, меня так вот удивляются эти люди, которые спрашивают, а как мне есть? А как похудеть? Как вы воздерживаетесь от сладкого? Ребят, ну, просто не жрите. Что? Ну, точно все просто. Хотите похудеть? Не жрите. Хотите красивую задницу? Идите в спортзал. И не надо задаваться этими философскими вопросами. О, боже, как же это делают другие люди? Все так же потом и кровью. Ну, диетами, да? Понятно. Поэтому, ребят, поднимите свою жопу или поднимите там свою... напрягите свою силу воли, если вы хотите что-то добиться. Потому что думать, так, ну, блин, может, есть какие-нибудь ходы, чтобы не сидеть на диете, чтобы не бегать на беговой дорожке, но вот что-то вот можно сделать, чтобы похудеть? Нет, ребят, нельзя. Потому что все в этом мире, ну, зависит от ваших усилий. А если вы будете сидеть на заднице и продолжать жрать сладкое, то вы будете, ну, как три Ким Кардашьян. Ну, у нее хотя бы фигура хорошая. Хотя это вопрос, это вопрос настоящая ли она? Все, на последний вопрос отвечаю, и все. Скажи про твое понятие об умном человеке. Можешь считать себя умной? Ну, смотрите, существует несколько разных понятий. Ум, мудрость и образованность. Вот напишите мне, да, я тоже про это сделаю, пост надо написать. Вот что вы задумаетесь для вас? Напишите мне потом под постом. Сегодня или завтра, или послезавтра. Что? В чем разница? Да, ведь это такое абстрактное понятие. Для кого-то человек один может быть умным. Ну, для кого-то умный человек это одно, а для кого-то это другое. Но образованный для меня это кругозор. Это когда-то человеку называешь какие-то имена, какие-то события, а человек про это знает. Да, не обязательно он должен знать какую-то математическую формулу, но хотя бы каких-то известных личностей, какие-то события своей страны он должен знать, да. Это показывает уровень образованности, интеллекта. Интеллект тоже, да, человек может что-то зазубрить, а шуток, например, интеллектуально шутить он не может, потому что он тупой. В общем-то, он просто зазубрил, что-то знает, но, понимаете, это такая сложная вещь. Только общаясь с человеком, ты можешь сделать из этого вывод. А вот так сказать сейчас, сделать набор и сказать, я считаю, что человек умный, когда первое, второе, третье, десятое. Ну, я так пока не могу. Может быть, когда-нибудь я выведу для себя эти несколько, как бы формулы, да, как понять, человек тупой или нет. Но пока что я могу это понять только, наверное, из разговора с человеком. И то желательно с ним побольше пообщаться, поглубже пообщаться. Вот. Ну, а мудрость, мудрым можно быть, мне кажется, и в 20 лет. Тут уже кто как познал жизнь, кто на какие ошибки напоролся, кто с какими людьми пообщался, в какие жизненные ситуации попал. Да, может быть, человек в 20 лет уже кучу всего перепробовал и сам себя обеспечивает. умеет самостоятельно решать проблемы, брать на себя ответственность за свои решения, да, вести себя как взрослый человек. А бывает, и в 30 человек ведет себя как ребенок, живет у мамки, да и сам ничего не умеет. Поэтому, ребят, хватит следить с другими, возьмитесь за свою жизнь и подумайте, как вы можете подтянуть себя. Кстати, я собираюсь на днях начать записывать какие-нибудь видео, рассказывать вам про самооценку. Я, кстати, сейчас в сторис тоже вместе с фильмами и музыкой сделаю для вас опрос, на какие темы вы бы хотели в видео. Да, я могу, я не хочу особо рассказывать, например, про какие-то там, например, как вы хотите субтитры сделал DimaTorzok